здорово друзья и сегодня хочу пригласить вас на наши бесплатные тренировки по самообороне и оружейным единоборствам и немножечко рассказать о них за те семь лет что мы занимаемся вот этими тренировками мы несколько раз меняли подход меняли концепции в очередной раз сейчас мы пришли к тому что мне кажется финальной скажем так стадии развития именно концептуального подхода к нашим тренировкам и дальше мы будем просто улучшать то что есть значит смысл в чем если раньше у нас были тренировки по ножевому бою где-то там было надергано упражнение спортивного ножевого боя где-то там мы потом начали добавлять уже в это во все самооборону чем дольше мы этим занимались тем больше шлифовалась вот это вот все отсеивалось лишнее понималось нужное то сейчас мы ушли полностью от этой концепции вообще потому что она ошибочно и когда я сейчас начну рассказывать чем фишка вы поймете почему почему вот так почему мы от этого ушли и почему вероятно клубы которые хотят заниматься прикладными какими-то вещами они скоро пойдут по нашему пути мы начали смотреть на вопрос немножко иначе мы смотрим сейчас не на ножевой бой не на палочный бой мы говорим о том что мы разбираем самооборону с точки зрения работы оружием потому что оружие окружает нас так или иначе повсеместно всегда везде и самообороняться надо оружием они голыми руками по крайней мере стараться это делать соответственно мы смотрим на самооборону подручными средствами подручными средствами да если вам больше нравится жаргон а дальше что происходит в рамках наших тренировок мы вот эти подручные средства реализовываем через предметы которые максимально раскрывают их потенциал то есть мы берем нож мы берем палку мы берем гасила кистей да и естественно мы берем чистые руки ноги и так далее поскольку без какой-то рукопашной базы без толчковой техники без какой-то без каких-то элементов борьбы дороже можно не успеть дотянуться его можно не успеть достать можно не смочь применить и так далее то есть вот это все тоже будет но упор все равно идет именно на оружейную технику почему мы выбрали именно три этих предмета а еще его 4 предмета до 4 но просто его это совсем уж такая тема потому что ну условно мы можем взять разбитую бутылку разбитую кружку осколок стекла шила я не знаю отвертку еще что-то и вот это все так или иначе будет являться ножом мы будем использовать технику ножевого боя просто урезанную в рамках каждого из этих предметов но если мы можем взять но что соответственно вообще сказка да мы можем использовать полный арсенал то же самое касается любого другого оружия не знаю берем палку это может быть и телескоп и бейсбольная бита и молоток и топор и вон любая палка в парке к в коем мы находимся какой-то дрын штакетин от забора кодила я не знаю гасила все что угодно то есть таким образом да у нас получается арсенал действий который мы так или иначе используем в рамках того или иного оружия может быть мачете на может быть все что угодно просто где-то будут использовать такие удары где-то всякие а где-то все вместе да и это будет коррелироваться если мы говорим о длинномерном оружии от конкретной длины и конкретного веса оружия где там такие немножко техники где-то всякие но все равно в общем это все будет преподаваться на палке как некому средненном предмете на котором работает все то же самое касается всего остального ну понятно что его ра это всякие ручки фломастер туда стеры не знаю гасила это самый простой пример самый вообще элементарно этого вот вы пошли в магазин купили себе бутылку до меня минералки или банку тушенки и пакет майонеза кинули в пакеты идете домой у вас в руке пакет начинаются какие-то проблемы вот ваша гасила вот этот пакет это ваша гасил то есть мы рассматриваем всю самооборону как работу с оружием в формате подручных средств на неких предметах которые являются апогеем этих подручных средств вот и все и исходя из этого есть написанная методика она написана на год вперед и вот за этот год вы получите скажем так если отходить весь год базовые знания базовые навыки по использованию всех вот этих предметов и из года в год понятно что программа будет немножечко дорабатываться немножечко видо изменяться но из года в год ваши навыки будут совершенствоваться потому что для более опытных бойцов в рамках заданий будут даваться более усложненные задания более сложные связки и так далее таким образом будет происходить рост значит дальше отвечаю напоследок отвечаю на самые вообще часто задаваемый вопрос по поводу наших тренировок это почему собственно не бесплатные ребята все очень просто потому что мы сами за них платим мы сами арендуем зал мы сами закупаем снаряжение и вот и все и мы хотим делиться знаниями мы не считаем что это область на которой можно как получается да заработать реально денег так чтобы вот на это жить и при этом не скатиться в коммерцию продажничество и так далее ну к несчастью невозможно это не та область поэтому этим мы заниматься не хотим нам скажем так собственные концепции собственное видение и но какие-то свои мысли они несколько дороже чем попытка заработать на этом денег поэтому проще не брать денег вообще это с одной стороны с другой стороны мы как начинали семь лет назад так до сих пор свят убеждены что это те навыки которым должен обладать каждый человек и поскольку наше государство нихрена для этого не делает этим будем заниматься мы мы будем давать эти навыки бесплатно тратя на это большую часть своей жизни на то чтобы вот эти все аспекты вот это вот все что называется прохавать это разобраться во всем и вам потом выдать уже готовый материал и пока у нас получается неплохо и я сомневаюсь что станет хуже поэтому когда нам надо что-то просто закупить мы кидаем клич среди тех кто у нас занимается кто там сколько может тот только и скидывает и что-то мы добавляем сами и на это закупаемся вот это вот все и поэтому у вас есть возможность бесплатно с нами тренироваться чем мы вам рекомендуем я напоминаю что тренировки проходят каждый вторник и четверг в 9 вечера они начинаются тренировки только для мужчин и происходит они в 10 минутах от станции метро рижская в оборудованном зале друзья если у вас есть вопросы по участию тренировок и можете написать ко мне в личку и я вам все более подробно расскажу до новых встреч